БТР-3, современный украинский бронетранспортер, разработанный Харьковским конструкторским бюро по машиностроению имени А. Морозова, первый в мире БТР, созданный в 21 веке и 3 тысячелетии, является дальнейшим развитием бронетранспортера БТР-80, предназначен для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений и их огневой поддержки в бою. БТР используется для оснащения подразделений, способных вести боевые действия в различных условиях, в том числе в условиях применения противникам оружия массового поражения. Разработка БТР-3 началась в 2000 году. Первый БТР-3 «Гуардиант» проектировался по техническому заданию компании «Очем из ОАЭ» для участия в конкурсе на поставку БТР для морской пехоты ОАЭ. Первая машина была сделана на базе БТР-94, модернизации БТР-80, разработанной по заказу Иордании на Харьковском заводе транспортного машиностроения имени В.А. Малышева, ХЗТМ, в КБ отдела 65. Разработка конструкции БТР-3 была завершена в 2002 году. Помимо ХКБМ, в разработке и создании БТР-3 и его модификации участвовали Государственный научно-технический центр артиллерии и стрелкового вооружения, Украина, ОЧОМ Мануфачтуринг Чомпанель ТД. В производстве БТР-3 задействованы 10 предприятий концерна «Украборонпром». 16 августа 2004 года конструкция колесного бронетранспортера на базе взятого за прототип БТР-80 была запатентована. Производство корпусов для БТР-3 по некоторым данным находилось в Мариуполе Донецкой области на заводе «Азовмаш». Существует утверждение о производстве корпусов БТР-3 на Лазовском кузнечно-механическом заводе. В дальнейшем, производство корпусов было освоено на Киевском бронетанковом заводе, где происходит сборка БТР-3. Эксплуатационные затраты у БТР-3Е меньше, чем у БТР-4, в июне 2014 они составляли около 5000 гривен в месяц. По состоянию на начало 2015 года, предприятиями военно-промышленного комплекса Украины был освоен выпуск 90% компонентов и комплектующих к БТР-3. Как сообщил в интервью директор Киевского бронетанкового завода В. Лисица, по результатам 12 месяцев интенсивной эксплуатации в условиях боевых действий, к началу ноября 2015 года в конструкцию БТР-3 были внесены почти 740 изменений, в результате которых были устранены имевшиеся ранее недочеты, повышенная боевая эффективность и технологичность производства, в частности, изменено расположение сварных швов. Кроме того, были начаты работы по созданию опытного образца БТР-3 с двигателем МАН немецкого производства. В начале ноября 2015 года на выставке вооружения Дефенсиам Персандси Чуриты 2015 было подписано рамочное соглашение о намерении начать производство БТР-3Е1 и запасных частей к ним на территории Таиланда. БТР-3 имеет сходную с советскими БТР-70-80 компоновку с расположением отделения управления в передней части корпуса, совмещенного десантного и боевого, в средней, а моторно-трансмиссионного, в кормовой части машины. БТР способен в плав форсировать водные преграды. На плаву приводится в движение одним водометным движителем, установленным в кормовой части корпуса. Для преодоления водной преграды, водитель, не выходя из бронетранспортера, активирует водоотражательный щиток и включает водооткачивающие насосы. Штатный экипаж БТР-3Е1 состоит из двух человек, механика водителя и оператора боевого модуля. Десантный осок бронетранспортера вмещает до восьми мотострелков, которые заходят в машину и выходят из нее через двухстворчатые бортовые люки с каждой стороны корпуса. Нижняя часть двери опускается вниз и формирует ступеньку, а верхняя часть открывается в сторону по ходу движения машины. На крыше также имеются люки. Также на БТР-3Е1 установлено автоматическое противопожарное оборудование в моторно-трансмиссионном отделении системы кондиционирования воздуха. Защищенность БТР-3Е1 имеет дифференцированную противопульную броню и противоосколочную защиту из материала типа кевлар. Броневой корпус собирается при помощи сварки из катанных листов гомогенной броневой стали. Большинство листов вертикального бронирования БТР-3, за исключением нижних бортовых и кормового, установлены со значительными углами наклона. Броневой корпус БТР-3 имеет обтекаемую форму, повторяющую БТР-80, с целью обеспечения движения по воде, однако по отдельному заказу возможен выпуск БТР-3 с увеличенной на 150 мм высотой десантного отделения.